Привет! Меня зовут Кит Клэб и да, я дома и да, прошла неделя с моего последнего видео, которое в принципе такое же как и это, только я вам говорю о том, что да, я жива и у меня были проблемы с интернетом. Спасибо большое МТС слэш говно, потому что я вообще намеревалась ехать на дачу отдыхать, но все-таки снимать небольшие влоги, чтобы вас как-то развлекать, но спасибо МТС, потому что я знала, что подобные вещи, вот честно, вот я купила МТС себе коннект и я описала в твиттере по поводу того, какое это ужасное говно, потому что я знала, что все эти модемы и фигемы от всяких телефонных операторов, это все короче лажа. Я думала, что да, это будет плохо работать, но это будет хоть как-то работать. В итоге, после двух дней, наверное, обычного использования, как раз первый день использования я залила небольшое крохотное видео на YouTube для своих любимых бичес, для вас, 2-3 дня. И последнее, что я помню, это отрывки фильма Индиана Джонс и все. У меня пропала почти связь, мне поставили лимит, лимит, то есть скорость такая, что у меня ни один сайт не загружался. Я вам просто объясняю, что на самом деле это была большая проблема, я очень разочаровалась. Я потратила на эту штуку 1150 рублей, проработала она 3 дня. У меня дома на моем большом вот этом компьютере... вообще, почему на одном компьютере? На всех компьютерах у меня стоит Wi-Fi и у нас дома мы платим 1000 рублей в месяц, но при этом у нас просто обалденная скорость, у нас все летает. И кучу можно подключать, в принципе, аппаратов и тормозить не будет Wi-Fi. А за эту вещь я заплатила 1150, она проработала 3 дня, причем я выбрала МТС, потому что там, где у меня дача, где я отдыхала, должна была отдыхать, хотя я постоянно парился за этой фигней. У меня самое лучшее покрытие МТС и у меня вроде телефон ничего работает, но, блин, вот это вообще не советую никому покупать. Вот да. Я знаю, что остальные тоже операторы, ерунда, но вот это пожалуйста. Вы знаете, я заплатила 1000 за это, и я не хочу, чтобы вы это покупали. Я за вас за всех заплатила. Скажите своим друзьям, кому угодно вот это не покупать. Такая им антиреклама, потому что, ну, нельзя так людей просто подводить. Написано было, что безлимитный высокоскоростной доступ в интернет, МТС Коннект. Ну, конечно, да, я понимала, что скорость будет ужасно медленная, и видео у меня мое, вот это, которое я загрузила первым, оно у меня загружалось где-то 3 часа. Я решила, что бог с ним, пускай будет такая скорость, но она будет хоть какая-нибудь. Через 3 дня от пользования почему-то безлимитный интернет мне поставил лимит. И на, цитирую, 25 дней меня отрубили фактически интернет. То есть он как бы присутствует, у меня есть какой-то интернет, то есть значок у меня был на ноутбуке, что есть интернет. Но при этом даже страница ВКонтакте загружалась третьего раза, причем... То есть компьютер не фурычал. Интернет даже, наверное, не подходил для обычного телефона. А вот это вот для компьютера, это просто фигня. Так что вот, я заплатила за вас, за всех, попробовала, и, пожалуйста, скажите всем, чтобы они это не покупали. Ну, а что насчет вообще моей комнаты? У меня небольшая перестановка была, я ее обратно изменила. Да, я вам раньше показывала своего вот этого железного человека, пластмассового, который я купила у нас в детском мире. И этот мне пришел по почте, потому что я решила, ну, знаете, я хочу... Нет, ну да, спать с железным человеком, в плане обнимать его. Я решила, что мне нужен плюшевый, потому что с пластмассовым не поспишь. Короче, вот. 40, по-моему, 36 сантиметров плюшевый. Он мне прилетел, по-моему, из Англии. Вот такой у меня подарок появился. Короче, сумочка моя выглядит пока что так, с одним... На одного я молюсь, на другого я ложусь. О, боже мой, что я говорю? Что я говорю? А еще у меня появился... Я, кстати, не придумала еще ему имя. Так что напишите в комментариях, как нужно назвать его, потому что я думала, какой-нибудь Джордж, какой-нибудь... Не знаю... Пит. Короче, как назвать его? Это скелет. Кстати, давно хотела себе купить, так как у меня куча всяких фигурок здесь. Моих любимых убийц и маньяков, и трупиков. Да, я решила себе купить вот этого трупика. Вот этого, да. И он очень большой. Кстати, он, если посмотреть по размерам, он такой же, как и мои ребятки. Так что напишите в комментариях, как... И да, это Princess Lampus Space опять. Как мне назвать его? Может быть, Крис? Или это совсем страшно? Напишите в комментариях. Я подошла к своему столу не просто так, потому что я до этого, до того, как я уехала на дачу, пошопилась в детском мире и купила вот это. Я посчитала, что мне это безумно надо, потому что в Starbucks подобная кружка стоила, по-моему, 400 рублей. Я это купила за 160 со спидерменом. И я подсасываю из него воду. И, между прочим, я когда уехала на дачу, почти на неделю, я оставила мне немного воды. Приехала с дачи, попила ее, она ничем не пахла и не отравилась. Короче, это святой Грааль со спидерменом. Я забыла вам вот еще показать кое-что. Так что, так, перемещаясь, пока неизвестно, так что думайте, как нужно его назвать. Я себе купила подставку, у меня с Барби есть. Да, конечно. Мне не скажешь, что мне 19 лет, да? Но я люблю подобную фигню, она делает мою жизнь счастливее. Подобные вещи маленькие. А еще у меня есть Иисус. Вот, Иисус. Мне подарили на день рождения, да. Не знаю, рандом. Вот, у меня есть подставка теперь с Бэтменом. А, ищу закладочки магнитные со спидерменом. Короче, расту, живу, могу. Вот, решила. И спидермен у меня есть в подарок с крузочкой шел. Знаешь, что сказала? Подставочка. Да, да, а чего нет? Чего нет? Нужно в 19 лет такие вещи себе покупать. Я сегодня купила еще кручатную вещь. Вы все готовы? Потому что, когда я это увидела, мне было немного стыдно, а потом я была счастлива, потому что она стала спаслиней. Бу-я! Точнее, Бу-я! Это огромные стикеры с железным человеком. Я знаю, вы меня уже начинаете осуждать. Очень сильно. Простите. Все, тема закрыта с Мстителями. Кстати, вот у меня еще маски есть. Так, все. А еще железный... Вот кто-нибудь так же чувствует себя после просмотра Мстителей? Я не могу остановиться. А, еще у меня появилась лава-лампа. Только она почему-то стоит там пока. Я не нашла пока места. Так, как я представила. А еще у меня крис-сэмон сваляется. Короче, вот такая у меня комната. Даже рум-тур. А еще вон там железный человек есть. И это я. И, кстати, вот, да, у меня новая камера. Не на мобилу снимаю. Качество должно быть лучше. Я на даче снимала, мне она понравилась. И, наверное, я буду снимать, когда захочу. Когда мне будет удобно. На нее. Вам нравится качество? Напишите в комментариях. Надеюсь, да. Потому что камера была куплена специально для вас, чтобы удовлетворить ваши потребности. И, кстати, вот. Будет почти неделя влогов. И я, давайте, сяду. Потому что я запыхалась. Потому что спасибо большое говно МТС, который заставил меня понервничать. Так как я пообещала вам видео. И получается, что я их сделала. И не смогла их выложить элементарно. Так что сегодня, завтра, послезавтра и ближайшее, наверное, до пятницы, в принципе, каждый день будет видео. Только не пугайтесь, если я буду, например, опаздывать на час, на два. Потому что не всегда каждое видео я редактирую одинаковое количество времени. Я свой отпуск закончила... То есть я приехала в четверг. Должна была приехать в воскресенье. Спасибо большое МТС говно. И МТС коннект говно. Это новый лейбл должен быть у них. То есть вообще нет. Это неправильно. Называть интернет безлимитным. И платить за него столько денег. И, конечно, я все равно лоханулась. Я знала, что это будет фигня полная. Но опять же таки, в оправдание скажу, что мне нужен был хоть какой-то интернет. У меня с телефона интернет был быстрее, чем... Да. Я за него 200 рублей в месяц плачу. Класс, МТС, молодцы. Так что вот, приехала раньше. В четверг должна была воскресенье. Потому что из-за отсутствия нормального интернета я никакие ни встречи, ни дела не смогла сделать. Чисто через интернет. Не выложить видео, ничего. То есть в четверг и в пятницу я доделала разные вещи, чтобы вас вот сейчас уже обогащать своим видом. Я вас очень сильно люблю. Надеюсь, вы не расстраиваетесь. Так что больше видео впереди. И да, отличных вам недельных оставшихся выходных. И я вас обожаю. Пока. Майлорш. Да, потому что было очень много просьб. Я вас обожаю. Майлорш. И, кстати, бонус. У меня еще футболка с Капитоном Америки. Да, все. Мне стыдно. Пока.